Так, все, посчитай, сколько я в шоу-бизнесе, я где-то года 76-77, это вообще ужасно, это 30 лет. У женщин говорят опыт, не возраст, а опыт. Да, мудрость, опыт. Вот в этом опыте что самое, на сегодняшний момент, понятно, что все свершения впереди еще, самое печальное и самое радостное в продюсерском опыте Александр Талмацов? Самое печальное, что, самое печальное, никто твоих заслуг не помнит. Но какие это заслуги? Скажем так, ну вот, ну как бы, когда ты берешь какого-то начинающего артиста, потом доводишь его до какого-то уровня, сопровождаешь его, он становится суперзвездой, потом вы как-то расходитесь и все, вроде бы уже ничего и не было. Это про гажман? Ну и про него тоже, наверное, и про него тоже, да. Но это же нормальные вещи абсолютно. А вас это обижает? Ведь ваше имя так связано с многим количеством скандалов. Да, да нет, меня не обижает, но просто как бы это, я уже привык к этому. У меня, собственно говоря, с сыном неожиданной какая-то история вот такая, и не только с артистами, более того, это не только же у меня. Попроценность, на всякий случай, вдруг есть такие люди, которые не знают, что Дэцел – это алмазский младший, и здесь такая история вышла, да? То есть это какая-то, скорее всего, это закономерность некая. Это же не только со мной связано, это со многими другими продюсерами, которые работали с теми или иными исполнителями, и в какой-то момент, как птенцы из гнезда раз, он стал самостоятельный, и все, и дальше ему никакие продюсеры не нужны, собственно говоря. – Но мне кажется, именно вас обижали больше всего. – Обижали. – Ну, как это назвать, не знаю, допустим, тот же Нагана написал про вас, песню про шоу-бис. – Слушайте, ну, скорее всего, в тот момент ему надо было как-то самоутвердиться. Это такая стиль… в рэп-структуре есть такая история диз, да? Они на своих оппонентов, на какое-то окружение пишут вот такие как бы дизы, критические какие-то куплеты и прочее-прочее. Поэтому в этом ничего страшного нет. Мы тут недавно встретились, руки пожали, пообщались. – Недавно не встретились. – А вот была премия РУД-ТВ, мы даже селфи сделали совместное. Ну, понимаете, я абсолютно нормально ко всему этому отношусь. Более-то я отношусь нормально абсолютно к любой критике, меня это не бесит, не пугает. В отличие от артистов, кстати, артисты критику не очень любят. – А как вы к этому пришли? – Ну, то есть сейчас активно развит такой, назовем его институт хейтеров в соцсетях, которые пишут всякие негативные комментарии, ведь все равно, наверное, вас тоже это как-то задевало. – Меня? Честно говоря, да нет, меня это никогда не задевало. Поначалу, раньше не было хейтеров, были журналисты. – Нормально. – Были журналисты, которые писали такие неожиданные вещи. Я раньше даже пытался в какой-то момент с ними бороться, а потом понял, что даже любой отрицательный пиар, он все-таки пиар, и он способствует твоей глобальной популяризации. Если ты начинаешь это понимать, ты уже по-другому к этому относишься. – То есть, чтобы не говорили, это все плюс. То есть, у меня возникла такая технология на глупый вопрос, глупый ответ, и так далее, и тому подобное. То есть, ты с годами начинаешь правильно воспринимать и правильно отвечать на любые подобные вещи. – А вот Юрий Шмич Эйзеншпиц бил лицо некоторым паналистом. – Нет, нервничали, да. – Да, Юра, я же говорил, что я тоже, примерно как Юра, бросал через забор, у меня были разные вещи. – Кого? – Я его не буду говорить. Пелемотова там, я помню, да. То есть, сейчас нормальные взаимоотношения, все уже в прошлом, и поэтому, вообще, ну, годы, какая-то мудрость, ты по-другому относишься ко всему, с юмором, и поэтому, и вообще сейчас шоу-бизнес поменялся. Сейчас вот эти хейтеры, это и есть шоу-бизнес, собственно говоря, и вот люди, которые мы вот перед эфиром обсуждали, что такое шоу-бизнес, а сегодня шоу-бизнес – это люди, которые в интернете, вот девочка, которая красит губы, или какая-то семья, которая разворачивает игрушки, и вот миллионы детей и родителей смотрят, как они разворачивают эти игрушки. Вот шоу-бизнес. – То есть, это уже не музыка, а блогеры. – Сегодня шоу-бизнес – это все, а футбол – это такой же шоу-бизнес сегодня, посмотри. Он играть не играет, но зато шоу-бизнес. Поэтому шоу-бизнес – это стало более таким обширным, он стал более обширным, более таким… – А вот если речь, Наташа, ты завела о хейтерах, я в Фейсбуке когда проанонсировал эфир сегодняшний, там сразу был какой-то парень, и Андрей Комаров, очень известный журналист, у которого музыкальный лифт была, передача такая, вы это не помните, Наташа? – Нет, нет. – Мы помним. Он спросил Саша, зачем, собственно, вступать в полемию. – Я специально это сделал. То есть иногда я, называется тролль, я иногда специально делаю, пишу резкие высказывания, чтобы вывести человека на ответные какие-то истории, мне это интересно. – А вот Наташа собирается позвать в проект «Мемонот» Юрия Лазу. – Я уже поделилась. – Да, вот. – Он не кончится. – Со зрителями еще не поделились. Вот ваше мнение, Александр, Лаза он тролль, вот то, что он пишет, это троллинг? – Троллинг, конечно. – Троллинг? – Троллинг, где-то он верит в то, что он говорит. – А, нет, это разные вещи. – Да, да, но он, знаешь, в какой-то момент верит, а теперь это у него перешло в такой троллинг. То есть он понял, что это работает, и теперь он все подряд троллит. – Да, про него узнали люди. – Конечно. То есть вот мы видим, как меняется шоу-бизнес, понимаешь, да? – То есть он весь ушел вот сюда, вот в эти приборы. – В гаджеты. – В гаджеты, да. – А троллинг – это новый инструмент пиара получается? – Конечно, конечно. Более того, если раньше надо было нанимать каких-то пиарщиков, которые должны были за тебя что-то делать, то сегодня ни один пиарщик не может тебя пиарить лучше, чем ты сам. И если человек, в принципе, неглупый, талантливый, он абсолютно точно знает, что ему делают в соцсетях. Сегодня различные есть соцсети с различной аудиторией, есть, допустим, ВКонтакте, более молодежная аудитория, есть Фейсбук, более зрелая аудитория. Есть Инстаграм, где ты просто можешь все подряд фотографировать и снимать, почему это перечисляю, то есть каждая из этих соцсетей имеет определенную направленность, и там немножко разная аудитория. Если ты современный человек, ты хорошо должен понимать, на какую аудиторию тот продукт, который ты хочешь распиарить, рассчитан, вот и все. Используй ту или иную соцсеть, и все будет в порядке. – А что тогда сейчас делает продюсер? Ведь вот молодой, талантливый артист загружает на YouTube видео, собирает лайки, идет на краудфандинг, собирает деньги. – На сегодняшний день продюсер, я же только уже объяснил, продюсер – такой некий агент плюс консультант. Во-первых, вот я никогда в жизни не продюсировал людей, которые не сочиняют, не пишут музыку, девочкам, которые надо найти песни, купить их, вот это я не делал. Даже за деньги. – Почему? Деньги доложил? – Ну, мне предлагали постоянно, и до сих пор мне звонят, хочу, чтобы девочка пела или мальчик пел. И мне друзья, я их все время отговариваю. А раньше, когда я занимался, начинал с Родиона, потом мой сын. И ко мне прямо шли… – С Родиона Казманова. – Да, с Родиона Казманова. – И ко мне прямо безостановочно шли родители, у которых поют дети. Я все время пытался их отговорить, объяснял почему. – Ну, для этого надо поработать с детьми, чтобы понимать, почему не надо это делать. – А вот о детях. В одном из интервью Вы сказали, что проект «Голос» – это одно большое караоке, а проект «Голос» – дети. Смотрите, проект «Голос» – это реально одно большое караоке, да? Ну, а что это еще? Караоке. Я считаю, что талантливый человек в шоу-бизнесе должен сам себе писать материал. – Нет на Вас Александра Борисовича Градского, который сейчас Вас бы, мне кажется, порвал. – Да я бы легко с Градским поговорил. Мы с ним регулярно рвем друг друга, мы же соседи, ты знаешь, да? – Я помню, что Вы живете на моей земле. Мы же все время с ним иногда эту тему обсуждаем. Кстати, он все время говорил, вот он стал работать в «Голос», у него сразу много гастролей появилось. Он говорил, да не надо, мне ничего не эфира. Я говорю, Саша, тебе нужна программа, я же все время об этом говорил. Теперь он говорит, ну да, это было правило. – Ну вот Градский, он же всю жизнь, на самом деле, без продюсера. В те времена, когда не было соцсетей тех инструментов, про которые мы говорим, он же обходился без продюсера. – Я сейчас вернусь на тему продюсера. Продюсер как профессия в России, в России современной, появилась реально в самом конце 80-х, где-то в 89-88, когда меня стали называть продюсером. До этого… – То есть Толмацкого началось… – Ну я, наверное, Юра Айзеншпиц, у нас можно по пальцам фактически там… – Давайте перечислять по пальцам. Толмацкий Айзеншпиц… – Айзеншпиц, Алибасов в баре, потом Шишенин покойный. – Валера Галдани? – Нет, наверное. – Ну то есть вот такой вот контингент, вот те звезды, которые появлялись… А, «Ласковый май», «Разин» Андрей, да. Ну то есть вот какая у нас там, человек 10 появилось, вот мы были первой вот этой вот волной продюсеров, да. – Вы друг друга знали изначально? – Нет, просто в тот момент было… всех артистов можно было на пальцах посчитать. И мы ездили, собирали стадионы, ну грубо говоря, знаешь, вот, допустим, Газманов, да? – Младший? – Про кого говорим? – Старший. – Про Олега. – Да. Ну, младшие стадионы, а старший, ну, к примеру, сегодня говорят, вот человек собрал Олимпийский или там СКК в Питере. Ну, чтоб ты понял, 8 Олимпийских в Москве и 12 СКК в Питере подряд. Это много, мало? – Ну, видимо, мало было. – 40 тысяч чашка. – 40 тысяч чашка, да. – Не было интернетов, не было альтернативы. – Да, конечно. Я поэтому говорю, что люди ходили, нельзя было посмотреть все это в интернете, по телевизору, люди ходили смотреть концерты. – Совершенно верно. – Другая среда. – Совершенно верно. – Да. А вот берем теперь, что было до. Вообще, как я попал, в принципе-то, в шоу-бизнес? – Да, как? – Интересная история. Дело в том, что это был такой Саша Забаровский, светорежиссер группы «Машины времени». – Да. – Какие годы? – Это был 1976 год, и мы жили в Измайлово, недалеко друг от друга, а Саша шил джинсы, брюки, одежду для всех артистов. И я, как-то я уже не помню, я случайно там с ним познакомился, пришел в концерт «Машины времени», познакомился с ним на концерте, я к нему ходил с гостями, что-то беседовали, и я смотрел, как он шьет. И в какой-то момент я подумал, слушай, я же тоже умею шить. Причем я ходил, 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 это было где-то, может, месяца три я ходил, потом говорил, я умею шить. Я своему товарищу, соседу по дому, говорю, слушай, Саша, тут я решил, что умею шить, машинка мне швейная нужна. Он говорит, у меня есть. Значит, Саша шил брюки по 10 рублей, а я сразу первый шил за 25. – Почему так? Саша, слушай, Саша, я не понимаю, а у меня очередь прям выстроилась за 25. То есть я прям сел и по памяти, я ходил смотреть, и я начал их шить. Вот так я оказался фактически в шоу-бизнесе, потому что, как не смешно, со швейной машинкой оказался, и параллельно, безусловно, мне нравилось, тогда были дискотеки, в дискотеке были такие мобильные магнитофоны, у меня рядом был Дом культуры «Дружба» за театром «Мимики и жеста», и я там начал вести дискотеки. И вот так я оказался одним из первых, там не было дискотеки, были люди, которые организовывают эти дискотеки. И я вот так потихонечку, потихонечку играл, купил себе барабаны, играл в каких-то группах. – А слух есть, да? – У меня слух отличный, у меня нет голоса. Я могу в студии прекрасно свести фонограмму, я все слышу идеально. У меня хорошее чувство ритма, потому что я, в принципе, профессиональный барабанщик, и слава богу, что я не стал музыкантом. – Почему? – Ну, не знаю, не мое это, да. И я иногда могу там в какой-то тусовке сесть за ударные. – Это время, у нас программа временно, да? – Не знаю, может, что-то случилось, да. – Но можно ответить, что такое мы в прямом периоде. – Нет, водитель. – Мы нас слушаем. – Да. – И, короче говоря, ситуация какая, что я вот так вот потихонечку, потихонечку начал заниматься организацией вот этих всех. Тогда не было продюсеров, были организаторы концертов. – Директора, да? – Директора, а я вот продавал эти тикетаны, таких вот открыточки. Помнишь, ты застал это, нет? – Нет. – Это были такие кусочки билетики с печатями. Мы продавали эти тикетаны концерты, организовывали потом. – А, тикетаны. – Да. – Там машина времени, високосное лето, удачное приобретение. – Сколько стоил такой билет? – Я уже не помню, клянусь. – У них этот порядок. – Не помню. Вот реально не помню. – Ну, дешевле, чем джинсы. – Нет, ну, конечно, дешевле. Гораздо да. То есть я был крутым парнем, я зарабатывал колоссальные деньги. У меня пачками лежали эти деньги, я не знал, куда их потратить. Мы все время ходили по всем ресторанам. – Тогда с тусовкой за 25 рублей можно было шикарно вараги, в Пекине. То есть можно было шикарно тусовку организовать. Я только поступил в институт, я фактически не учился, тусовал. Со мной прям целая тусовка ходила. – Про институт напомните какой-нибудь? – Институт молочной промышленности. Слава богу, еще я не работаю. – А в чем такой выбор ты выбрал? – Мама, мама. – Вас заставили? – Ну, нет, ну, еврейская семья первый год не поступила, я даже работал фрезеровщиком на заводе «Майер», между прочим, целый год, да. – А что вы там делали? – Там отсрочка от армии была. – А, военный кафель? – Да, и я там сделал первые клише для Лили, Страус, Монтана, это я делал такие клише, которые им выжигали на коже, и весь лекс собирался, смотрел, как я фрезой рисую это клише. Все были в шоке прям. То есть там фрезеровщики шестого разряда не понимали, как я это все делаю. То есть у меня какой-то такой талант, шить вот этим фрезой что-то рисовать. – Вот эта юридическая тема была упомянута. Я из стандартных вопросов, которые в моем персональном пуле с антисемитизмом приходилось сталкиваться когда-нибудь? – Знаешь, мне вот мама говорила, что с антисемитизмом и надо написать в паспорте русский, я написал русский. Но я не сталкивался. – Была же такая поговорка, что бьют не по паспорту, а по лицу. – Да, я как бы, мама вроде еврейка, папа у меня русский, она говорит, напиши русский, я написал русский. – То есть не приходилось не сталкиваться? – Нет, не приходилось.